Альма-матер творческих людей скоро дождется серьезного ремонта. О будущем Чувашского института культуры и искусств глава республики сегодня говорил с его преподавателями и старшекурсниками. Слухи о том, что ВУЗ могут реорганизовать и создать на его базе музыкальную академию, преувеличены. В ближайшее время здесь планируют открыть несколько новых специальностей. Для студентов учебного заведения этот год знаковый, ведь он объявлен годом культуры. Подробности в следующем материале. Будущие звезды больших и малых театров свое мастерство начинают оттачивать на этой сцене. Уже к первой сессии студентам нет равных в пантомиме. Главе республики они показали небольшой отрывок из поставленного своими силами спектакля. При помощи языка жестов юные артисты изображают животных. А напоследок коронный номер. Овации гостей заслужила и студентка третьего курса Анна Тукмакова. Еще в школе девушка всерьез увлеклась музыкой и решила поступить в институт культуры. В альмаматор пришлось начинать все с нуля и даже изучать нотную грамоту. Уроки даром не прошли. Анна не раз одерживала победу в престижных конкурсах. Преподаватели говорят, что упорству студентке можно позавидовать. В свободное время она занимается еще и армрестлингом. Сначала я поступила в музыкальное училище. Я думала, поступлю, не поступлю. После 10 класса попробовала, чтобы осуществить свои мечты. И так получилось, что меня приняли. Выпускники вуза – специалисты востребованные. За 13 лет институт закончили множество известных артистов, хореографов и певцов. Михаил Игнатьев заметил, что для поддержки культурной сферы в республике делается много. Работникам повышают заработную плату, решают их жилищные вопросы и ремонтируют здания театров и домов культуры. Каждое третье учреждение культуры, они уже приведены на современный уровень. Дальнейшая эта работа полностью будет продолжаться. В год культуры от талантливых ребят ждут новых и интересных проектов. То, что они появятся, преподаватели уверены. Несмотря на то, что институт попал в список учебных заведений с признаками неэффективности, педагоги приводят другие результаты. Более 90% выпускников трудоустраиваются по специальности, а большинство работников – профессора и доктора наук. Хор выходит какой сейчас. Солисты красавцы. Сейчас реализуется проект «Нарспи». Наша великая жемчужина «Нарспи». Наши студенты будут петь главной партией. Год культуры реконструируют издание института. Главе республики показали, в каком состоянии сейчас находится общежитие. Просто косметическим ремонтом ему уже не помочь. В спальном блоке протекает крыша. Михаил Игнатьев поручил изыскать средства на ремонт как можно быстрее. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.